Бог готов, чтобы продолжать занять Бог книги «Законный смысл. Достойные речи» основаны на книгах Хесхаима. Хесхаим Ишмира Тарашон. День 8. Ярсон Чедеврей Торалин. Шматфон Крем Рухалам. Поветер из души. Поветер из души. Поветер из души. Расхатам Резвурфатам Резвурфатам Резвур. Шалом Баареса Бауля. Ежедневная молитва Хесхаима. Владыка мира, добуй твоя воля, милосердный и милостивый, чтобы ты даровал мне заслугу сегодня и каждый день уберечь свои устой язык от Лашонара и Рахилут. Достерегусь я плохих слов даже об одном человеке и, конечно, обо всем еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого благословенон. Достерегусь я слов лжи, пустой болтовни, ссоры, гнева, гордыни, резкости, оскорблений, насмешки и других видов запрещенной речи. Дару мне заслугу говорить лишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия. И пусть все дела и слова мои будут ради небес, лешем шамаем. Дов день, восьмой, отец хаим, прошлое. В прошлом человеке еще одна тема чреватая Лашонара. Упоминать о нем запрещено. Если рассказчик или слушатель считает его постыдным, хотя бы это было не так. То есть мы говорили, что такое Лашонара, Лашонара это правда, но негативная правда. Мы говорили, что нельзя говорить Лашонара ни о том, что человек не исполняет какую-то миссию, или не исполняет небрежно. Или даже если в отношении одного человека то же самое выражение это похвала, а в отношении другого Лашонара это все равно считается Лашонара. Здесь хаим говорит, что нельзя говорить про прошлое человека. Если прошлое человека, даже если оно было нормальным, но сегодня, когда об этом говорят, тот, кто говорит или тот, кто слушает, считает, что это прошлое было нехорошим, постыдным, то про это тот, кто говорит, тоже нарушает запрет Лашонара. И тот, кто слушает, нарушает запрет Лашонара. Мудрецы учат. Где стоит Бааль-чува, человек, вернувшийся на путь сторы, не могут стоять даже совершенные праведники, никогда не погидавшие путь сторы. Брахот, трактат Брахот, лица 4, вторая страница, мы с вами говорили. Что хаим говорят? На месте, где стоят Бааль-чува, те, кто раскаялись и вернулись к Богу, даже самые большие праведники, которые никогда не согрешили, не могут достичь этого места на небесах. Быть Бааль-чува не позорно. То есть человек, который, Бару-почем, совершил чуву, раньше делал, что делал, не знал и так далее. Сейчас он Бааль-чува, это не позор. Наоборот, это достойно быть Бааль-чува. Но, несмотря на это, запрещено сообщать, что некто Бааль-чува, если рассказчик или слушатель смотрят на таких людей сверху вниз. То есть, бывает так, что человек, который Бааль-чува, есть люди, которые не Бааль-чува, которые они все время исполняли Тору и соблюдали Тору Раму Митцвот, на таких Бааль-чува они смотрят сверху вниз. Ну, кто он был, смотри, сейчас он стал, или он был такой-то, а сейчас он стал таким-то. Если хотя бы один из них, или слушатель, или рассказчик смотрит на этого Бааль-чува сверху вниз, хотя на самом деле он должен его ценить и хвалить за то, что он изменился. Изменить свой образ жизни очень-очень тяжело. Человек, который шаббат не соблюдал, чтобы его начать соблюдать, шаббат ему нужно себя поломать. Ему поменять нужно все в своей жизни, и ему, и его жене, и его детям. Те, кто не знает ценности шаббата, и приходят, это большое-большое дело, что они меняются. И все другие законы тоже. Поэтому Бааль-чува это очень-очень достойный человек. Но есть люди, которые говорят, а, кем он был, а, кто его, и так далее. Поэтому это тоже Рашонар. Дальше. Из книги Шамирата Рашон. Он говорит так, делай, что можешь. Первая часть. Утром вы оплошали и сказали что-то запрещенное. Укрепитесь духом и добейтесь успеха в течение дня. То есть человек решил быть рада, что не говорит Лашонара. Утром проснулся и споткнулся. Сразу сказал. Окей, он говорит. Не падайте с духом, продолжайте еще целый день впереди. Один Тальмит Хахам поставил вопрос. Если человек задумался о чем-то постороннем, произнося основную молитву Шамонайсера, 18 благословений, которую читает три раза в день, и обнаружил это только к концу, как ему побудить себя продолжать ее с надлежащим вниманием. И привел пример. То есть человек читает Шамонайсера. Читает, читает, читает. Вдруг мысли улетели. И в конце Шамонайсера он проснулся. Я же Лаш читаю. А я уже побывал в Иксаманканде, в Бухарее, в Израиле. Обратно вернулся. Пролетел туда два раза и так далее. Вспомнил все свои викишнеры. Нужно поехать. Все планы свои. Во время Шамонайсера в течение дня человек вспоминает. Так это приходит Ецерара именно в это время. Когда в течение... Он не помнит, что ему надо делать. Когда он вспоминает. О, мне надо туда зайти, это купить, это сделать. Жена попросила то, сын попросил это и так далее. Именно во время Шамонайсера это тактика Ецерара. Поэтому человек не должен сдаваться. Он обнаружил, говорит, это только к концу своего Шамонайсера. Как ему побудить себя продолжать ее с надлежащим вниманием. Немного у него осталось. Пару проход. Осталось, чтобы закончить Шамонайсера. Как сделать так, чтобы хотя бы вот эти несколько барроходов, которые остались, закончить так, как надо. И привел пример. Девочка продавала на рынке яблоки. Подошел вор и стал таскать яблоки из ее большой корзины. Девочка растерялась. Что делать? Кто-то издалека увидел эту сцену и крикнул. Что ты стоишь? Ждешь, когда все утащат. Он хватает, и ты хватай. Что ухватишь, будет твое. То есть... Так и с молитвой. Если на человека напала сонливость, или он отвлекся, замечтался, задумался о постороннем, и только потом обнаружил, что не успел схватить яблоко, это вовсе не значит, что ему придется остаться ни с чем. Он не должен опускать руки, полагая, что все пропало. Напротив, ему следует интенсивно сосредоточиться на оставшихся благословениях. То есть он не должен говорить себе, как его учить эти рады. Ну, уже ты 15 благословений прочитал без ковны, осталось всего 3 благословения. Ну, уже дочитать ничего страшного не будет. Нет, он говорит. Как вот эта девочка, у которой была корзина с яблоками, и кто-то у нее постоянно тащит. А она растерялась. Не теряйся, забери корзину, забери это, что ты можешь схватить, положи себе в карманы, в другую корзину, в сетку и так далее. И то же самое он говорит здесь в молитве. Ты пропустил одно благословение, прочитал без ковны, два благословения. То, что осталось, сколько можешь, сконцентрируйся. Каждое благословение – это дорогой бриллиант. Поэтому человек не должен сдаваться. Даже он прочитал какую-то часть молитвы без ковна, должен настроиться и дальше продолжать с ковна. И так же с Шмират Адашон. Вы оступились утром и сказали что-то неподобающее. Да, человек, не дай Бог, сказал Адашон Адашон. Соберитесь с духом и весь оставшийся день преодолевайте злое начало и продолжайте контролировать свою речь. А если вы совершили промах после полудня, укрепите душу и продолжайте бороться завтра. Бог поможет вам преуспеть. Как говорит трактат Шаббат, лист 104, первая страница. Тому, кто стремится очиститься, помогает в небесах. Тот, кто хочет приблизиться ко Всевышнему, как там говорит Мора, Абалет Аерма Саин Меса Инлу. Человек, который пришел очиститься, ему помогает, как мы говорим. Пусть, по которому хочет человек идти, по этому пути его и ведут. Поэтому человек хочет соблюдать закон нашего мира, хочет молиться с кованой, Бедрад Ашеб, Бок, ему поможет. Найдетом из закона שלי, Басмой Дзейн, Иеза Текниги, Баруха Донай, Леолам. Амэн, амэн. Бау, Баруха Донай, Баруха, Балуха, Бахёр, Бххам, Бху, 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 Бахёр. Продолжение следует...